Привет, ребята, с вами Ultrast, Azure Lane, и сегодняшней темой видео является обзор патча от 11 ноября для англоязычных серверов. До 25 ноября пройдет ивент Flame Touched Dagger, вот, наверное, как не совсем правильно прочитал. Короче, это мини-эвент на тяжелый французский крейсер Foch. Как я понимаю, будет что-то типа ивента Tartu, где нужно было чистить локацию. Тут написано, что нужно будет собрать определенное количество ивентовых очков за зачистки локаций, и в конце концов вы получите данный корабль, также можно будет выбить с Хэви Гачи. И важное уточнение, если хотите больше получать ивентовых очков и меньше заходов делать, то во флоте, который будет побеждать босса, вам нужно будет использовать Альжири, Литорио, Ле Темерье или Лю Пинатье. Один из них, один из этих кораблей, будет вам давать больше очков, все брать не обязательно. Реран мини-эвента Manjo Grand Prix Rerun, в котором можно будет получить в качестве фурнитуры в Дорме Red Blaze до 25 ноября. Red Blaze, насколько я понял, это машинка, которая ездит по Дорму, но это не точно. А все дело в том, что сейчас у нас восстановление всей этой истории, связанной с гонками, да, скины в гоночной тематике, наконец-то добавили три новых скина на Принца Ойгена, Enterprise, в Live 2D оба скина и Ойгена Enterprise, и на Фош, новый корабль, который также, как я и говорил, есть в Хэви Гачи до 25 ноября. Также будет реран скинов в гоночной тематике на Тайхо, Такао, Атака, Дюк оф Йорк, Принц Увельский, Шокако, Зуйкако. И навсегда будут добавлены скины на Кливленд, Энтерпрайз, Бэйдж и Сюркуф, которые были плюс-минус, насколько я понимаю, в гоночной тематике на Сюркуф, а скин был тоже Live 2D. Также можно будет в аренду взять скины на два дня на Принца Ойгена, вот этот вот новый, Энтерпрайз и Фош. До 25 числа можно будет купить в донатном магазине Limited Strategic Supplies две штуки и Dekor Token Pack. А также реран фурнитуры в Дором, Passion for Acceleration. И скин на Фош, а также сам Фош и скин на Энтерпрайз будут сразу с озвучкой, а вот насчет озвучки для скина на Ойгена ничего, слова даже не было сказано, поэтому кажется она у нас будет со стандартной озвучкой какой-то уже 3-4 летней давности. Печально. Оптимизация комиксы будут обновлены, также будут обновлены фильтры в доке с добавлением новых опций, таких как персонажи, готовые ко второй фазе пробуждения и лимитбрейка. И самая важная информация, новость, без которой мы не могли жить, пушка Twin 203mm MLE 1924 MindGuy Mount переименована в то же самое, что я сейчас сказал, только будет 1931 цифра вместо 1924. Очень важное, очень замечательное изменение. И конечно же, самая важная информация, которая у нас есть в этом патче, реран ивента на Ришелье подошел к концу, помашем ей ручкой на прощание, потому что в следующий раз она вернется только при добавлении в военные архивы, это будет суть по всему, ой как не скоро. Все корабли, которые были, все, их больше нельзя уже получить из гачи, и все скины, которые вместе с ней вводили, также будут недоступны. И еще вдогонку бонусом мы не сможем больше получить халявные когнитивные вот эти вот большие важные чипсы для аппа 125 левела. Халява кончилась. По сути, мы имеем патч, в котором ввели кучу классных офигенных горячих гоночных скинов, которые в принципе являются довольно уникальной вещью, потому что обычно в играх подобной тематики нас будут, скорее всего, кормить массово такими девочками-зайчиками, да и Азурлен в последнее время, затем немножко перегнул палку терпения, а тут теперь вот, видите, гоночная тематика, спасибо большое разработчикам, были бы только на их скины, что называется, и денюжки. Сегодня стрима по Азурлену не будет, потому что сами эти активности не сказать, что дико выдающиеся, зато вводят контракты в Аркнайтсе новые, поэтому вы все хотите посмотреть, как я мастерски буду проходить там 7-й, 8-й, может быть даже 10-й, собственными руками риск контракта, поэтому, да, сегодня в 8 вечера контракты нас будут ждать. Всего хорошего, удачи, до новых встреч, пока-пока.